Чему ты так интересно выглядишь? Что ты хочешь сказать нам тут, людям на улице, может маме? Я ничего не хочу этим говорить. Мне просто нравится что-то, я это делаю и все. А что самое тебе подобается? Из меня черты лица, к примеру. Косметика, пирсинг, тоннели. Милое занятие. А это давно с тобой сталося? Не вообще, мне кажется где-то год назад, может полтора. Рек. Батьки были против или поддержали? Проти? Что говорили? Запрещали, скандалы устраивали. Били? Не били. Меня за первый тунель вломили. А что было первым? Зачиска? Первым были тоннели. Кстати, тоннели мне мама разрешила сделать. Я договорился, хотел на 5 миллиметров такие малюсенькие сделать. Я выпрашивал очень долго, мне разрешили. Потом я чуть-чуть больше сделал. Чуть-чуть? Я 35 минимум, чувак. 40. 40? Ну я же говорю, минимум 35. Мы тут с вами про фани, потому что я, честно говоря, еще не зрозумела, про что сейчас. Да, ну я пыталась быть на одной хвиле с Игорем. Потому что именно так сегодня выглядит. Я в стиле, я в тренде сегодня. Игорь, что было первым? Тату, зачиска, пирсинг, тоннели? Что? Ну такого, чтобы именно кардинального были первые тоннели. Мне лет 10, наверное, было, когда я первый раз волосы покрасил на Новый год. В черный цвет такой. Это была очень дешевая краска, и черный не получилось. Я был зеленый такой. Ходил в школу зеленым. Ну вот. Потом лет 13 я захотел тоннели. Сделал себе маленькие тоннели. Потом пирсинг, потом дреды, и все, пошло. В 10 тройки? Ну да, примерно. Игорь Тимошин. 15-ричный бунтар, неформал и четвертая дитина у семьи, в которой майже каждый мае свое тату и не одно. Старший брат тренировался делать татуирование, тож теперь у мамы на тілі хизуется рибка, а груди батька прикрашает урел. Не мае тату лише у 9-ричной племеницей Бажени, однако и вона мріє про него из трех ручки. На традиционном стиле життя хлопця хрест поставила родима пляма на півобличчя. Однолетки знущалися, а сам Игорь ставав все більш агресивним і замкнутим. Після розлучення батьків почав кричуще одягатися і навіть фарбував волосся, і це лише у 7 років. А у 8 всупереч батькам сам собі зробив перше тату. Однак тепер його соромиться. Проте ні протести, ні критика, ні виключення зі школи не зупинили хлопця, тож він продовжує шукувати оточуючих своїми новими образами. Якщо ти дозволиш, хочу надати слово мамі Марині, вона сьогодні в нашій студії. Передай, будь ласка, микрофон. А от мама. Марина, як так сталося, що от Ігор 10 років, чому і ви начебто були проти, Ігор сказав, а потім... Було раніше. Не в 10, було в 8 років. Це перший був такий пунктик, він захотів татуїровочку собі. Маленьку, маленьку. 8 років? Та. Хочу сильно, просив, плакал, не разрешали. Потім я кажу, ну ладно, на ногі, маленьку. Він зробив. Потім ще почав запросити. Я кажу, ти обещав все, пока вирастеш до 15-16 років. Ему запретили, він зробив сам. Сделав себе смайлик, але він не покажет. Пожалела. Це було перше. Ну, потім були такі у нього желання покрасити волоси. У нього беленький волос. Я чёрным. А ещё школьник, ещё совсем маленький. Я кажу, нет, ну как ты в школу пойдёшь? Нет. Ну, на Новый год. Хитрый, подмазался на Новый год. Разрешила. Покрасился, ходил долго зелёный, конечно. Пока оно всё вымылось. Постепенно, потом ему уши. Малюсенькие, только вот 2 мм, 5 мм. Я, нет, ну просил долго, я не знаю, года два. Это так... Я, конечно, против этого всего. Ну, люблю его, сын мой. И уже начинаешь смягчаться. А он знает эти дела. Обещал, не будет больше, ну... Стратил. А вот вы вважаете, с чем это связано? Чому он захотел так проявляться ещё и у 8 лет? Я думаю об этом часто. Я думаю, это он как бы назло вызывающе себя вести. А чему? Вот со сверстниками, со старшими детьми. Были у него ссоры, дразнили его. Родимое пятно на лице? На лице родимое пятно. Он уже отличал. В наше время в обществе как бы это уже не есть. Есть. Так? Да. Так. И он пытается это маскувать. Я открою тебе тайну, потому что я хочу быть уверенной с вами тоже. Если ты видишь, на моем обличке тоже с правой стороны есть гемангеома. Гемангеома. Но ее вчасно выдалили. Тому на сегодня у меня цієї плями немае. Когда я спілкувалася телефоном с твоей мамой Мариною, я спросила, Марина, а чому не можно было так? Мне же набагато больше, чем Игорю. Но уже были возможности что-то изменить и коригировать. А от вы не сделали. Почему была причина? Не уже финансы и это настолько дорого коштувало? Да, причина финансы. Мы делали две обработки. Одна стоила тогда порядка шесть тысяч. Это ему было пять лет. Это десять лет назад. Ну сейчас лицо растет, мне объясняли, он был маленьким. Лицо растет, пятно растет. Сейчас оно еще дороже и эти импульсы подорожали. Ну, финансово никак. Ты каждого дня маешь делать маяк? Ты ходишь через... Ну я вот только когда хожу куда-нибудь. Ты этого соромишься, або это нормально? Я уже привык, я даже не хочу его никуда убирать. Я думал, я соромлюсь со своего тела пойти, но я передумал. Я думаю, что он не как-то там стрёмно выглядит. Просто красный. Скажите, Дева, у меня вопрос возрел еще по ходу рассказа мамы. Извините, я такой вопрос. Просто рано у мальчика это началось, лет с восьми. А что думает отец по поводу этого всего? Пришли без папы? Я не знаю причину, почему. Есть у ребенка папа, нет? Что думает папа? Как он на это реагирует? Как он ведет? Он же мужчина, ему это ближе, это у вас мальчик растет. Папе тоже это не нравилось. Он пытался запретить. Пытался запретить и ругался, но... Ну он же не губы красит в конце. Этот победил.